Привет, с вами Олег Скономерный Лаб. Надеюсь, у вас были отличные выходные. У меня выходные состоялись. Я вчера сделал себе подарок, пробежал горный марафон. Очень доволен, поставил личный рекорд. То есть форма и здоровье прогрессируют, что не может не радовать. Но мы с вами смотрим на солнечную активность, что мы имеем в настоящий момент. К сожалению, кинотеатр как-то стал у меня по кадрам только показывать. И вот я посмотрел 25 декабря. Здесь была вспышка где-то между 8 и 11 часами примерно в этом диапазоне, в этом секторе. И чуть-чуть вот сюда переметнулось. Но не более того, больше ничего не было, никаких серьезных вспышек. И мы видим, что самое серьезное, что было, это С3,29 за последние сутки. Ну и также было несколько вспышек С, но даже не указывает, какую именно конкретно зона в этом участвовала. Но я так думаю, что эта зона, вот эта вот, 29-16. Смотрите, какая мордочка сейчас у солнца. Вот это вот глазки, да, это нос, который может там, как сказать, чихнуть в нашу сторону, в нашу планету. И вот такой вот скромный рот получается. Не прелестно ли? Вот. Но смотря на будущее, в общем-то, видно, что вот эта дыра находится, вот, то есть она будет влиять на нашу планету. То есть, возможно, какой-то отклик сейсмический произойдет. Вот. Плюс поворачиваются вот эти вот активные зоны. Но посмотрим, насколько они активны. Конечно, они ни в какой расчет не идут вот с этой вот зоной, которая 29-16 сейчас. Она, в общем-то, самая крупная за последние месяцы, что наблюдалось. И видно, что вот здесь вот прям лучами расходятся, как будто это отдельное солнце получается. Ну и, как я говорю, она чихнуть может в любой момент. Вот. Всего вовпе у нас 5 активных зон с пятнами сейчас в нашу сторону смотрит. 45 пятен в целом. Это вот еще здесь 7 неактивных зон, которые тоже видны, но они без пятен. Без пятен. Так. Здесь у нас по факту все в зеленой зоне, геомагнитная обстановка. И вот в связи с этими дырами видно, что немножко повышают уровень до желтого. То есть ожидается завтра-послезавтра легкое геомагнитное возмущение. Теперь смотрим по вулканам. 38 вулканов при норме 40. Какой вулкан исчез? Угадайте с первого раза. Конечно же, это Канары. Все. Канара. В субботу было официальное объявление, что на Ла Пальме извержение закончилось. И все. На этом все. Ждем теперь, мне кажется, нового извержения вот здесь вот в Исландии. Ну а мы с вами давайте теперь посмотрим по землетрясениям. 157 землетрясений при норме 150. Можно сказать, что полная норма. Магнитуды 2 и выше. Вот. Но вот здесь вот продолжаются 3.1 на глубине 3.9. Вулкан Крисувик. Прямо в нем происходит и там серия. Там 4.7 было в субботу вечером. Но на Ла Пальме мы видим только одну двоечку, что соответствует реальности. У Гибралтара 3.3 и двоечка с другой стороны. Двоечка Италии, двоечка Хорватии. В зоне Вранч у нас 3.1 на глубине 147 километров. В Греции у нас 3.3 и 0 километров. И 4.6 и 10 километров. Здесь вулкан Метана. В Дудеканос у нас здесь вулкан Кос. Как раз здесь глубина 8 километров. Троечка. Интересно, смотрите. Получается. Здесь опять такое серьезное обострение у нас. Прямо в океане происходит. Так, и здесь аж 5.6 произошло на глубине 10 километров. Довольно мощное землетрясение. То есть, ближайшие все острова явно его ощущали. Плюс автошоки здесь 4.4 на глубине 2 километра. Вот. И довольно-таки большое количество троек. Почти по 20 штук. Так, на востоке Турция. Здесь Ер-Зурум 3.0 на глубине 5 километров. 3.8-2 и 3.1 на глубине 2 километра. Но на Кавказе вроде бы спокойно. В Ираке у нас 3.8-10 километров. И на юге Ирана Бандарабас здесь 5.2 на глубине 10 километров. Все стремится вот сюда. Вот перекрыть вот этот вот Персидский залив. Так, далее в Миянме у нас только двоечки. Зато вот в Пакистане у нас 3.9 на глубине 10 километров. Здесь в Индии двоечка. В Средней Азии вроде бы как все тихо, спокойно. И смотрите, опять прямо в Байкале, Иркутскую область 3.1 на глубине 10 километров. Вот. Давайте увеличим, посмотрим. Да, прямо посередине, прямо посередине Байкала. Чуть севернее линии Бабушкин-Листвянка. Либо прямо по линии, вот если мы возьмем Посольская-Листвянка, вот примерно по этой линии, да, мы видим прямо в самом озере. И, кстати, это вот как раз там была почти пятерка. Вот в том же самом месте практически. 3.1 мы наблюдаем. Так, Холливуды у нас дают 3.6 на глубине 41 километр. Восток Камчатки 4.1 на глубине 90 километров. Здесь вулкан Шиш. Вот первый раз вижу Шиш. Какое прикольное название, да? Кому пришла идея назвать так вулкан. 9 километров и 3.5-50 километров. Это в Японии. К югу от Японии 4.9-88 километров. 5.2-109 километров. Ближе к Тайваню 4.2-30 километров. Северный Филиппин Малчатон в центральной части 3.4-15 километров. В южной 3.1-28, 4.6-125, 3.2-399 и 4.0-10 километров. Ну, кстати, смотрите, на самих Сулавесях вот здесь еще одно сверхглубокое. Нет, смотрите, все 14 километров. 3.6-14 километров здесь. А вот 5.4 на Сулавесях. И глубина здесь 108 и 15 километров. 108 километров. Так, Малуфское море 3.8-10 километров. И чуть восточнее здесь 3.1-21. Это опять Таракан у нас, вулкан. Так, Суматра 3.0-25 километров. Здесь вулкан села Вахагам. И Пьет-Сагве 3.0 на глубине 10 километров. У островов 3.6-23, 3.6-12 в центре Суматры. 4.6-45-13 километров. И вот здесь вот 4.9 на глубине 36 километров. Это Узонского пролива. То есть это Канак-Кракатава больше относится. Ява 3.5 по Пандаян. Здесь глубина 23 километра. На востоке Ява 3.6-10 километров. Вот Сумба 3.4-10 километров. Кстати, вулкан Тамбара 4.5-122 километра. Южнее 3.1-10 километров. Так, ну здесь автошоки продолжаются. В море Флорес 3.4-3.2, глубина 10 километров. Вулкан Полвех. И Тимор 3.1-13 километров. Так, море Банда у нас здесь 4.6-192, 3.9-116. И чуть севернее 4.1-10 километров. Западная Папуа 3.6-11 и 3.4-11 километров. Ну вот Восточная Папуа, Соломоны, все молчит, все молчит. До Фиджи. А Фиджи дают сразу 6.1 на глубине 639 километров. О, серьезная заявка. Там же 4.5-551 и 4.9-587. Так, 3.7-426, 3.4-244, 3.8-131, 3.5-26 километров. Это Новой Зеландия. 3.4-13 и 3.1-414 километров. Ну что, давайте теперь посмотрим Антарктиду. Ничего нет. В Африке тоже. В Канаде тоже ничего нет. Ну юг Аляске 3.4-12 километров, 3.8-10 километров. На Гавайях только двоечки. А вот это интересно. Смотрите, опять Орегон 4.7 на глубине 10 километров. И Калифорния 3.3-13 километров, 4.0 на глубине 8 километров. Смотрите, все зоны решили активироваться. 3.3-5 километров, 3.0 Нью-Мексико, 3.3 этого в Канзасе было на глубине 5 километров. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас здесь. Исла вот этот Сен-Луи, вулкан здесь 3.7-10 километров, 4.2-15, 4.3-15, 3.9-10. Ну вот 10-15 километров в основном на этой глубине. На Западе Мексики 3.1-7 километров, 4.0-46 километров. У Акапольки 3.0-3, 3.2-3 километра, 3.1-28, 3.6-140, 4.5 на глубине 18 километров. У Гватемали у нас 4.5-42 километра, Атитлан, вулкан, чуть не помню Атитлана. Никарагуа 3.0 на глубине 27 километров, Нижала-Миро-Флорес. И 3.4 на глубине 31 километров, это вулкан Бару, Панама. Так, двойки Доминканской республики и Пуэрто-Рико. В Аквадоре 3.6 на глубине 5 километров, в Перу 3.7 на глубине 42 километра. В Северной Чили 3.6-47 километров, 3.75, но это тройки 200 километров, это три тройки 200 и двойки там же. У Ла-Сирена у нас 3.5-48 километров и на восток 3.1-122 километра. К югу от Сантьяго 4.3-125 километров, к югу от Концепсиона у нас двоечка. Вот у нас пятерка в Восточном Тихоокеанске, на юго-востоке Тихого океана и южная Джорджия и Сен-Лича острова 5.1 на глубине 33 километра, вулкан Бристоль. Ну что хочется сказать, что цифра 157 землетрясений совсем не отражает ситуацию. У нас есть шестерка, есть 5.7 и большое количество пятерок везде происходит. Активация Камчатки, Алиутов, Курилы тоже в опасности. Ну и конечно смотрим, что происходит на озере Байкал. Ну а с вами был Алекс, канал Беринлабжи. Отличного поражения!